Ну что ж, спасибо всем, кто пришел второй раз. Народу больше. Лекции пользуются популярностью, к сожалению, это последняя лекция, но зато вторая. Общее название состоит в том, что электронные фазовые переходы индуцированы электрическими и оптическими воздействиями, импосильными воздействиями, импактом. И, как я уже повторю вводный слайд из первой лекции, что последнее очень интенсивное направление возникло в самом начале нашего тысячелетия и, пожалуй, так сказать, оно наиболее ярко проявило себя даже в начале нынешней декады. Оно состоит в том, чтобы добиваться превращений электронных состояний, электронных фаз под контролируемым воздействием очень сильных электрических полей, либо очень быстрые, так называемые, фемросекундные оптические накачки. Вот сегодня у нас будет вторая часть, посвященная быстрой оптике. Ну вот я здесь... Мотивации очень много в этой работе, включая даже прикладные вещи, о которых я вряд ли сегодня буду говорить, включая, так сказать, даже перспективы создания очень-очень быстрых элементов памяти, например. Вот. Но вот та работа, та часть, в которой я... Мотивация, с которой я пришел в 2008 году в эту область, она, так сказать, меня туда притащила буквально совершенно неожиданно для меня, начиная с очень простых, неформальных обсуждений от случайной встречи на конференции. Мой ставший товарищем замечательный экспериментатор из Словении Драган Михайлович. Вот. Мотивация была состояла в том, так сказать, что их интересовали так называемые космологические эксперименты. Я сейчас скажу, что это такое. Ну вот здесь я взял с веба из статей и перемешал, так что я даже сам не знаю толком, что и что. Несколько картинок, которые отвечают то, что это pattern formation, образование разных видимых структур. И они, в общем, относятся к двум типам. У одних из них, так сказать, расстояние от мегапарсеков, это галактические структуры и до более высоких, в отличие от вещей, отвечающих так называемой слоистой или спонжевой структуре нашей Вселенной. А другие, это наблюдения с помощью scanning microscope, сканировающего туннельного микроскопа, неоднородности, которые возникли, которые возникли в материалах. Материалах, обычно приотносящихся к вас, так называемых, сильно коррелируемых электронных систем. Это купраты, как сверхпроводники, оксиды, как некоторые другие очень интересные материалы, алкогенизы с волнами, зарядовой плотности и так далее. Что есть, что можно догадаться иногда, иногда нельзя. Но что общее? Почему возникли эти структуры? Возникла структура потому, что и те, и другие системы, на самом деле, испытали фазовые переходы. Но все знают, по крайней мере, начиная с событий, связанных с открытием базового зона Хиггса, всем напомнили о том, что где-то наш мир, начиная с большого взрыва, пережил на самом деле несколько фазовых переходов. Один из этих переходов, кстати, самый поздний и относительно слабый, это фазовый переход, который дал массы нашим наблюдаемым частицам, то есть конечной энергии, они все были безмассовые, как фотоны. И то поле, которое являлось параметром порядка у этого фазового перехода, называется полем Хиггса, а его вибрации – это бозоны Хиггса, который, кажется, вот, наблюди пару лет назад в Церне. Ну вот, а в системах, которые, так сказать, относятся к нашим обычным материалам, оксидам, хлоридам и так далее, то здесь другие типы лобильности, другие типы неустойчивости, но все равно, так сказать, они все системы так или иник-чередник прошли. Это системы, которые, так сказать, разные электронные структуры неустойчивости, это, так называемые, зарядовые упорядочения, это волны зарядовой спинной плотности, это сверхпроводимость, в этом случае мы видели, наверное, вихри, это антиферромагнитные переходы и так далее. То есть во всех этих случаях у системы появляется возможность, так сказать, понизить симметрию, перейти, так сказать, в то или другое состояние, причем с выбором между разными эквивалентными состояниями, и вот этот выбор, он приводит к тому, что в системе застревает на большое количество дефектов, которые уже потом релаксируют очень медленно. Наша Вселенная не мог релаксировать, потому что она расширяется, ну, так сказать, в твердых телах, достаточно низкие температуры, наличие примесей позволяет им запенинговаться. Ну, вот такая, 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 такая вот мотивация, с ней связанная, ну, раз уж я ушел, как говорится, в эту науку, с ней связана, что касается космологии, это вот так называемый сценарий, очень популярный в 90-е годы, Кибла Цюриха, связанный вот с возможностью вот этого обозначения топологических дефектов при создании нашего мира. И он очень-очень-очень увлекло множество, множество людей из физики гнистированных средств, потому что появилась такая наука космологических экспериментов, как все промоделировать. Я упомянул, к сожалению, только один из них, это локальные микроскопические области нагрева, нагрева, перехода из сверхпроводящего в нормальное состояние в гелии, но на самом деле их масса космологических экспериментов, включая жидкие кристаллы и бог знает что еще. Потом, так сказать, потом пришли холодные атомы, как мы знаем, в этих холодных атомах появилась совершенно изумительная возможность, благодаря так называемых фермерских резонансов, менять как бы параметры гамильтониана. То есть система остается той же самой, но гамильтониан, в котором она живет, и который меняет ее, определяет ее поведение, он неожиданно меняется. И по этой причине в системе запускается эволюция в какое-то новое состояние. Ну, а, так сказать, что касается сильно коррелированных систем, я уже, так сказать, сказал, что здесь есть тоже очень большие возможности, связанные с самыми разными нарушениями симметрии. Ну, вот, как правило, это все, что называется, наблюдение постфактум. Можно ли увидеть, ну, по крайней мере, это же касается космологии, то, что можно ли увидеть это в реальном времени, вот такие возможности появились благодаря вот этим новым-новым экспериментам, связанным с темпосекундной оптикой, хотя, конечно, были и другие пути. Вот, и, так сказать, вот одна из таких возможностей, она будет относиться, если не связана была работа, в которой я принял участие, она будет позднее, после введения, который еще продолжится, будет, я расскажу одну из двух теоретических, биотеоретических работ, в которой, и, так сказать, и вот там, 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 там увидим, как некоторые вещи проявляются. Значит, начнем со словаря. Значит, у нас будет два понятия – фемтосекунда и пикосекунда. Фемтосекунда – это, так сказать, это типичный как раз период обращения, период колебаний видимого света, и совершенно неудивительно, что это характерное время движения электрона по орбите, типичных атомов, потому что наш свет излучается благодаря переходу с одной орбиты на другой. Вот, а пикосекунда – это в тысячу раз меньше, и неудивительно, так сказать, поскольку масса протона, она, так сказать, в тысячу раз, в две тысячи раз меньше, чем масса электрона, больше, чем масса электрона, соответственно, частоты меньше, вот поэтому, так сказать, пикосекунд – это характерное время колебания атомов в твердых телах. Ну вот, поэтому, так сказать, вот эта техника, то, что произошло в последние годы, так сказать, это, как бы, так сказать, ну вот начиная примерно с конца 90-х годов, люди, которые делают лазеры, они, так сказать, смогли добиться импульсов столь коротких, со столь высоким разряжением по времени, сжатием, что, так сказать, они вышли за пределы 10-12 секунды, пикосекунды, и, так сказать, это специально называют радостно фемтосекундной оптикой, ну, так сказать, потом, теперь уже время сжатия импульса дошло до 10 фемтосекунд, то есть примерно, так сказать, свет сжимается до времени порядка всего-навсего 10 своих колебаний. Вот, поэтому, так сказать, вот, да, одно, но и с этим связано было появление так называемых pump and probe experiment, и, то есть, посвятить на материал очень быстро, и потом, так сказать, со столь же высокой разрешающей во время способности смотреть, как он эволюционирует. Эти способы чрезвычайно важны, например, для понимания процессов, которые идут, вот, с помощью которых образуется вот эта вот пятнышка, то есть, с помощью которого работа работает лазер, 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 находящийся здесь, здесь, вот, но, так сказать, но это не все, что произошло, так сказать, уже совсем недавно, то, что люди еще смогли, эти сжатые импульсы еще стали достаточно мощными, настолько мощными, что можно, что можно в систему накачать огромное количество возбуждений, до 10%, до одного, скажем, элементарного возбуждения электронной дырочной пары, лекситона на один узел решетки, и вот это, вот, собственно, началась новая наука, которая называется, по сокращению, PIPT, Pump Induced Phase Transitions, вот. Ну, после этого, так сказать, эта эволюция прослеживается, но если уж у нас есть мощные лазеры, которые могут, 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 так-то сильно быть сжатыми по времени, то, то слабомощные лазеры, с помощью которых уже, уже делается не памп, а после этого проб, естественно, здесь уже, здесь уже нет проблем. И вот такая вот, такая вот, чисто, чисто оптическая ситуация, так сказать, процветала некоторое время, и вдруг произошла совершенно неожиданная вещь, так сказать, что, что пришли, чрезвычайно резко уменьшилось время накопления информации для таких проб, которые, казалось бы, до этого требовали, ну, я не знаю, так сказать, ну, если не часов, то уж минут, по крайней мере. Один из них – это рентген, вот, то есть, так сказать, на самом деле, теперь, теперь рентгеновскую дифракцию, можно на кристалл бросить рентген, получить дифракционную картину, с помощью которой мы расшифровываем решетку, и теперь сбор, сбор этой, этой картины, правда, так сказать, рентген должен быть чрезвычайно коротким, это то, что делается с помощью специальных ускорителей, это необычная рентгеновская трубка, так сказать, но сбор, сбор информации стал, стал, опустился тоже до уровня 10 минут 12 секунд, то есть до времени, до времени колебания решетки, и таким образом мы можем, мы можем, можем смотреть, что происходит, происходит сильно возмущенная решетка, это как собирает, плавятся кристаллы, собираются снова и так далее, и что особенно важно для наших электронных систем, что, что сильно развился, так называемый, Арпес, Арпес, это называется Anger Result Photo Emission Spectroscopy, это когда, так сказать, когда мы вырываем электрон из нашего образца, и этот электрон, вырванный до очень большой энергии, киловольты, он, так сказать, он анализируется по, и по энергии, и по импульсу, зная энергию и импульс вырванного электрона, мы знаем, какой, какой, какой у него спектр был там, то есть таким образом, системе, системе, мы можем знать, можем знать исходный, исходный спектр частиц, и эта методика, которая, так сказать, особенно была развита, она существовала, может быть, практически, это методика, которая была создана для HITC, и была развита в эпоху изучения высокотемпературной термопроводимости и других стильнокрыльевых систем, здесь тоже совершенно неожиданно, благодаря, так сказать, вот способам этим электронного уже накопления, накопления, мы, так сказать, мы можем, мы можем с огромной скоростью снимать вот эти вот снимки, вы сказать, эти снимки. Ну вот, теперь, значит, для чего это делается? Ну, в первую очередь, то, что больше всего занимает людей, так сказать, это, так сказать, десентангл, разорвать, разорвать связь между электронными и решеточными состояниями. То, что, например, ну, скажем, один из дематических и нерешенных до сих пор споров в области высокотемпературной термопроводимости, являются ли это, так сказать, механизмы, связанные с притяжением электронов через решетку, как в традиционной термопроводимости, или это чисто электронные механизмы? С помощью обычных состанарных измерений это, вообще, наверняка сказать невозможно. Однако мы, делая эксперименты с разрешением быстрее, меньше, чем пикосекунды, быстрее, чем решетка адаптируется, мы можем отделять электронные степени свободы, не затрагивая, не затрагивая ионные. Второе, так сказать, аналогичный вопрос очень остро стоит в связи с случайно модным направлением изучения, так называемых, модовских переходов, я об этом потом скажу один-два слова. Вот, ну и так далее. Но потом, так сказать, чисто общего характера, так сказать, вопросы о том, как мы, так сказать, связаны, например, с космологическими экспериментами, я сказал, как система ведет себя, было очень сильно выведено из равновесия. И, наконец, это совсем недавний такой, как бы, по телевидению сказали, тренд, направление, так сказать, это поиск так называемых hidden states, спрятанных состояний. То есть состояния, которые недостижимы обычным терминомическим образом, а, лучше всего, даже неизвестны. Вот их можно, к ним можно вот таким, очень быстрым движением по фазовой диаграмме, к ним каким-то образом можно прийти. Они, вообще говоря, могут быть очень короткоживущими. Но дальше, так сказать, супер-гол, сверх-сверх-сверх-сверх-задача, и она, похоже, так сказать, реализуемой сейчас, это найти настоящее, настоящее стабильное состояние, которое, так сказать, можно будет путем оптической накачки, перевалов через какие-то барьеры, попасть в новые долины, и в этой долине уже система будет жить, ну, пока мы ее не отогреем. Вот. Ну, значит, ну, что такое, грубо говоря, pump and probe эксперимент? Значит, мы, так сказать, мы имеем образец, который, в котором, значит, материал, который нас интересует, мы его облучаем вот этими очень сильно сжатыми, сильными импульсами света, анализируем, так сказать, и, кроме этого, мы его облучаем, это памп, оптика, если это чисто оптический эксперимент, мы его облучаем также пробным, пробным, и смотрим, так сказать, коэффициенты прохождения, коэффициенты отражения для этого пробного импульса. Ну, иногда бывают многовременные методики, когда мы еще, так сказать, по дороге систему еще трястем, еще трястем дополнительными импульсами. Вот. Ну, то есть, version of pump, собственно говоря, версии пампа, они, так сказать, они почти не меняются. У нас в нашем распоряжении условия на этот, на мощный и столь короткий импульс настолько тяжелые, жесткие, что фактически ничего нет, кроме, так сказать, стандартного лазера, единственного лазера видимого света, то есть, значит, полтора электрон-вольта. А вот пробы могут быть разные, пробы могут быть чисто оптические, как я здесь сказал, это может быть фотоэмиссионная спектроскопия, где очень быстрые рентгеновские измерения делаются. Рентгеновская трубка обычно здесь не поможет. Это синхротронное звучение, то есть, это такие машины, которые размером несколько сот метров, в которых крутятся электроны, которые, так сказать, временами проходят через андуляторы, заставляют, заставляющие их испускать импульсы рентгена. А вот для того, чтобы сделать брать экстракт дифракшн, вообще нужны установки, которых, по-моему, всего две в мире, одна в Гамбурге, другая в Стенфреде. Это линейные ускорители электрона, которые более-менее по принципу лампы бегущей волны, но уже в рентгеновском диапазоне, могут изучать нужные нам импульсы. Ну, какие вообще здесь режимы ожидаются, и что так мы в целом ожидаем? Ну, здесь примерно сказаны характерные времена. Я уже говорил, что это область электронных времен, область электронного взаимодействия, область решеточных мод, время термализации характерны, потому что мы закачиваем большую энергию в системы. Ну, и, так сказать, и что более-менее происходит, я уже говорил о том, а я потом об этом буду говорить много подробнее, что мы, так сказать, всегда интересуемся системами, очень больше всего, в которых нарушена симметрия. Ну, скажем, если это ферромагнетик, то может быть намагничено сверху, а может быть вниз. То есть энергия системы, как функция параметра порядка, она имеет два минимума, скажем, спин вверх, спин вниз. Ну, и, так сказать, когда система исходно болталась в каком-то одном минимуме, мы можем делать несколько вещей. Мы можем ее, как говорится, возбуждать в этом состоянии и смотреть, как она, как, смотреть ее возбуждение, а можем закачать настолько большую энергию, что она начнет перекачивать из одного минимума в другой, то есть совершать такие маятниковые осцилляции, используя уже практически, так сказать, все фазовое пространство. Иногда мы можем разрушить один из этих минимумов этой системы, из него уходит, переходит в другой. Мы это увидим более конкретно. Ну, вот я говорил об этом самом, об Арпесе. Значит, Арпес, еще раз я говорю, это метод, который снимает распределение электронов как функции, так сказать, от их энергии и импульса. То есть, иначе говоря, для теоретика это означает спектральная плотность, но еще больше, так сказать, это означает мнимую часть одноэлектронной функции Грина. Вот, так сказать, и поэтому, так сказать, вот здесь написано, как функции от импульса и от энергии, мы видим здесь исходная система. Это металл. Это металл с точностью до эксперимента. Вот эти вот линии максимальной яркости, она накладывается на прямую линию, то есть энергия пропорциональна импульсу, где-то вот здесь находится. Вот, и поэтому мы имеем более-менее линейный закон дисперсии. На большем расстоянии он, конечно, будет уже нелинейным. Люди прекрасно видят квадратичные зоны, синусоидальные и так далее. Вот, но что вот важно, вот здесь вот находится ферме уровень. И мы видим, так сказать, что спектр не доходит до фермерского уровня. Система является диэлектриком. Но она является диэлектриком не потому, что, скажем, диэлектриком является, я не знаю, там, алмаз, кремний и так далее по зонным причинам. Она является диэлектриком потому, что, вообще говоря, она исходно была металлом, но в ней произошел фазовый переход с нарушением симметрии из тех фазовых переходов, типа волн зарядовой плотности, которые превращают нам, превращают металлическое состояние в состояние, в котором конечное плотное состояние на уровне ферми, в состоянии, где такой плотности нет. И вот мы видим теперь, что происходит под влиянием оптической накачки. Вот это, значит, это отрицательное время, ноль, еще ничего не произошло. Ну, кое-что, да, ноль. Наверное, очень трудно определить ноль в золотой точке. Вот, так сказать, момент накачки. И вот теперь мы видим, во-первых, как у нас, так сказать, у нас очень сильно разрослась вот эта вот область, область спектральной плотности, и видно, что прорисовывается теперь не маленький кусочек зоны, а вся зона. Но самое главное заключается в том, что теперь эта зона, так сказать, она начинает пересекать уровень ферми. То есть мы, благодаря вот этому, так сказать, ноль накачке, мы разрушили параметры порядка, которые определяли электрические свойства, и, так сказать, и в системе произошел переход в металлическое состояние. Вот. Да, пожалуйста. А вот если это обычная волна заряда в собственности... Да, я думаю, что это она и есть, скорее всего. Я забыл. Да, да. А вот в этом случае после накачки эта решетка по-прежнему с удвоенным периодом? Сейчас немножко увидим... Нет, нет, ситуация такая, что, по крайней мере, дальний порядок здесь разрушен. То есть, конечно, мы видим, что очень плотное состояние здесь не вышло на номинал. То есть, можно так сказать, что может быть какой-то ближний порядок. Потому что обратите внимание, что на самом деле волна зарядной плотности сама по себе, да, это смешно, это состояние деформированной решетки, которая влияет на электронное состояние. Поэтому время ее реакции – это пикосекунда. Мы еще в 10 раз меньше. То есть, это не вариваете. Да. Но уже плотное состояние на фирме поверхности появилось. То есть, у нас дальний порядок разрушается. И в системе, по крайней мере, временами это из челюсти захлопывается. Может происходить какие-то инстантонные процессы. Ну, что еще? Вот я говорил раньше, что один из моментов таких, если у нас потность небольшая, и интенсивность импульса небольшая, и система исходно находилась в этом состоянии, а не будет из него перебрасывать, она не будет разрушаться, как перед этим. Но система начнет вот здесь вот просто-напросто болтаться. Болтаться возле него. И, кстати, я хочу сказать, что вот этот вот осциллятор, который здесь болтает, его собственная частота, это просто-напросто, так сказать, очень близкий аналог бозона Хиггса. Вот. И вот здесь вот такое произошло. А теперь, ну, это болтание, оно должно сказываться на электронной свойстве. То есть, мы опять-таки снимаем, снимаем ту же самую, ту же самую арпез, то есть, снимаем спектральную потность электронов. Мы опять видим щель, систему, так сказать, потность состояния, не достигла уровня Фермии. Но мы видим теперь, так сказать, как все это вот дело колеблется, то есть, все электронные свойства колеблется в состоянии решетки. Это называется когерентная осцилляция. Это не один фотон, а фанон теперь, а это когерентный, из одного, вместо одного фанона получились когерентные осцилляции. Ну, вот это вот один из вещей, которые делают. Ну, вот я говорил о том, так сказать, что, может быть, один из главных, из главных, так сказать, главных направлений этой деятельности, одной из главных мотиваций заключается разделение, попытка выделения свой системы, которые имеют чисто электронное происхождение, а не решеточное. Ну, вот здесь вот показано, что происходит в наборе немножко похожих веществ, они даже почти заструктурные, но это халькогениды, тантала, титана и так далее. Кстати, эти материалы, они по разным причинам. Сейчас еще после графена огромный интерес вообще к любым слоистым материалам, а эти материалы, они тоже допускают эксфолиэйшн. Ну, может быть, не до одного слоя, но до очень небольшого количества слоев. Хотя, так сказать, поэтому ими очень много занимаются. Ну, вот, и опять-таки, так сказать, вот с помощью вот этих экспериментов по разделению решеточных и нерешеточных степеней свободы, скажем, люди начинают классифицировать, что вот все эти материалы, они становятся изоляторами, переход металлоизоляторов. Что в одних этот переход, и решетка играет фундаментальную роль, мы это называем паровский изолятор, или, так сказать, волнозарядной плотности. В другом этот переход произошел, по-видимому, без участия решетки. То есть мы говорим, что это электронно-электронное притяжение, как все проводимости, но пошли по другому каналу. Вот, для этого существует понятие эксфитонный изолятор, который началось вот с работ Кеудыша, Капаева, Максимова и так далее еще давно в нашей стране. Вот, ну, или отдельная ситуация с мостовским изолятором, наверное, я, если он захочет, я про него скажу, но сейчас я пропущу. Ну, вот, может быть, просто для полноты картины я хочу сказать, что сейчас есть, пожалуй, в этой науке, может быть, ну, и не только в этой, и вообще, так сказать, одно из самых популярных слов сейчас это терагерц. Их изучают во всем мире. Вот Наташа была участником конференции в Бауманском институте, да, по терагерцам в опыке. Это связано в общем. Терагерц — это, так сказать, как раз частота, которая отвечает обратной пик секунды, то есть частота колебания атомов. Вот, и не так важно, ведь главное, что, так сказать, это частота примерно, так сказать, примерно на... Это длина волны 1,1 миллиметра, и она уже начинает использовать в телефонах пятой генерации, пятого поколения, поколения, поколения. Вот, и, так сказать, но дело в том, что она уже находится на границе оптики. Но что важно, если бы она была просто оптикой, ну, как говорится, что такое дизельная? Это температура 10 кельвина примерно, да? Мы берем от батареи порывового отопления, отбираем часть спектра на хвосте, так сказать, и получаем терагерц. Так буквально и делалось. Вот, а, так сказать, а что произошло, что подобным магнетронам, клестроном, там, негатронам и так далее, эти самые, эти терагерцевые колебания научились получать с помощью, так сказать, электрических методов. Не иногда, иногда за счет, более сложным образом, за счет жезонских ассоциляций в сверхпроводниках, но больше, 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 большей частью за счет более-более специальных эффектов в квантовых дочках, в квантовых структурах, в структурах, в полупроводниках. То есть, так сказать, это преобразование каких-то электрических или обычных аппетических сигналов, сигналов, вот, так сказать, в тесогерце. Что здесь совершенно потрясающе, так сказать, да, да, и при этом один вариант, то, что нужно нам для связи, и так далее, это, так сказать, для самых разных диагностик. Вот этот субмиллиметровый диапазон, они нужны в виде волн, осцилляций, но оказалось, так сказать, что эти волны тоже можно скомпрессовать. Их удается скомпрессовать аж до полдлины волны. То есть, вот этот терагерцевый импульс, его делать, это уже, на самом деле, никакое не колебание, так сказать, он сам спрессован до полдлины волны, то есть, у него очень-очень было колебаний. И это, 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 это делается разными, разными схожными методами. Например, так сказать, вот здесь вот описан. Да, да, я хочу сказать, что замечательное, так сказать, что вот здесь, вот здесь я взял откуда-то эту картинку, так сказать, это здесь 100 кВт на сантиметр, электрическое поле, как раз, создается. Сейчас до миллиона. То есть, в течение очень короткого времени, это связывает, как эти две темы моих лекций, днешнюю и прошлую, и прошлую, в течение очень короткого времени создается импульс колоссальной силы. И он используется для разных преобразований ферроэлектрического состояния, сигнет электрического называется на русском языке, и так далее. Вот здесь показана такая схема, это благодаря, так сказать, благодаря такой сильно вытянутой призме оптический импульс, который направляется в ферроэлектрический материал, он вступает в геометрический резонанс, то есть резонанс, когда совпадают скорости, резонанс скоростей из-за сильного наклона по отношению к молекулярным модам, полярным модам, которые ответственны за поляризацию этого материала. И в результате происходит очень эффективное преобразование, речь идет о нелинейных эффектах, более-менее квадрат оптического поля превращается в линейное, в поле уже низкочастотное. Но с этим связано очень много сейчас экспериментов, также в области вот этих вот pump-induced face transitions. Ну, может быть, один из них, один из них такой. Значит, если мы имеем очень-очень высокий, очень сильный терагерц, терагерц в излучении, мы же находимся на частоте фанонов, люди в Гамбурге, так сказать, они сделали такую вещь, они терагерцовым излучением, излучение применяли к купратным материалам, к высокотемпературным себя проводникам. Это слоистые материалы, и, так сказать, у них, так сказать, при этом, так сказать, мы знаем, что купратным главным компонентом всех, всех хайтси-материалов это плотность купор-О2, но, кроме того, так сказать, на самом деле так октаэдр из кислорода, поэтому еще выше и ниже плоскости находятся, так сказать, еще два. И вот с помощью терагерца очень сильно возбуждали вот эту вот межплоскостную моду и в результате на очень короткое время, то есть это проверялось тоже с помощью очень быстрых оптических методик, были получены признаки существования хайтси до комнатных температур. А вот у вас написано, что за счет... Почему за счет? Это экспенс. Почему за счет этого? Просто... Ну, более-менее... Сейчас какая-то такая формулировка статьи будет. Это... Ну... Ну, не знаю. Я не уверен, что я хорошо помню, почему это сделано, но более-менее жизнь такая же. Вот у нас есть плоскость купор-О2, то есть медь, медь и посредине, так сказать, кислорода и есть на самом деле вот эти октаэдры, вот эти вот межплоскостные. Вот. И когда, так сказать, когда мы возбуждаем эти октаэдры, то меняется, меняется... меняется связь между плоскостями. Единственное, что может измениться. Вот они считают... Они считают по каким-то соображениям, которые я не помню, так сказать, что связь между плоскостями увеличивается, а плоскость уменьшается. Ну, вообще вопрос хороший. Ну, вот здесь просто одно слово о том, как устроены электронные дифракции, но я о ней не буду говорить. Ну, вот. А теперь я, значит, я перехожу, так сказать, вот к изложению, знаете, что я успею сделать, по крайней мере, одно, одно, одно тело работы, в которое я участвую. Значит, речь опять-таки идет, речь будет идти вот о чем. Значит, это... Есть материал, вы знаете, в результате фазового перехода, здесь конкретно будет речь, речь о волно-зарядовой потности, даже не хочу напоминать, что это такое, потому что на самом деле эффект совершенно универсальный, это может быть сверхпроводимость, которая, так сказать, известна. В общем, в результате некоторого фазового перехода образуется щель в электронных, в электронных состояний, то есть заполнено все, что ниже, пусто, все, что выше, и дальше наш лазер, он выкидывает, так сказать, переводит электроны из одной зоны в другую, здесь образуются дырки, здесь электроны, дальше с очень большой скоростью, ненаблюдаемой скоростью, так сказать, за счет разных там АЖ-процессов, с размножением частиц и так далее, все, что на высокой энергии, опускается вниз, дырки скрывают вверх, а дальше у нас, у нас будет узкое горло. Узкое горло, здесь, 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 так сказать, частицы эти не встречаются, а времена высвечивания, скажем, характерно для полупроводников, они очень велики со всеми этими экспериментами. Ну вот поэтому возникает такая неравновесная концентрация, концентрация лишних электронов здесь, концентрация лишних дырок здесь, то есть можно, немножко это напоминать, так сказать, инверсионную концентрацию в лазере, там это называется отрицательная температура, но можно просто сказать, что возникла электронная дырочная температура, хотя это на самом деле не температура, но, так сказать, в результате которой вот есть повышенная концентрация. Если мы теперь вспомним, что все фазовые переходы, которые у нас есть в электронных системах, ну, может, все, я зря говорю, наиболее важные, наиболее важные они связаны с тем что образование спектра в щели электронных состояний становится выгодным если бы исходный спектр металлический и вот меня возник у возник ущель такая щель такая то ясно 6 энергии понизилась здесь повысилась но здесь у нас частицы заняты поэтому вместе с искривлением зоны полная энергия система понижается здесь она повышается здесь частиц нет поэтому если принюдь температур на имеем только 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 по ниже только поasto mandi в энергии но если у нас есть чисто частиц становится меньше за счет оптической накачки 3 больше то выигрыш теряется и в какой-то момент мы сайт проходим через критическую критическую интенсивность накачки когда состояние с нарушенной симметрии вот этой становится становится невыгодным система может может превратиться металл ну вот Ну, собственно говоря, из-за чего все началось? Мои друзья-экспериментаторы делали такие эксперименты, в которых снималось спектральное плотное состояние даже не электронов, а решетки. То есть это колебания, напоминаю, то, что называют Хиггсовский бозон, аналог. Колебания системы вблизи ее минимума. В системе есть несколько типов колебаний. Одно из них, которое не взаимодействует с решеткой, с ним почти ничего не происходит. А вот это колебание, которое исходно было примерно таким же, масштаб времени ноль, оно после накачки исчезло, и на довольно больших временах оно постепенно восстанавливается. Хотя, так сказать, хотя, в общем, проходит через... Остается довольно широким, но пока... По крайней мере, мы видим его восстановление. Значит, я напоминаю, так сказать, что исходность системы находилась в одном из этих двух состояний. Ну и дальше, более-менее, картина и уравнения, которые были написаны, так сказать, они, как мы сейчас увидим, очень хорошо описывают систему, они предполагают следующую картину. Вот мы имели двухъямный потенциал, система находилась в этом состоянии. Потом, когда мы резко накачали электроны, в системе иметь энергетическую щель, то есть параметры порядка, больше не выгодно. То есть минимум энергии, теперь уже нет двухъямного минимума, минимум энергии становится один, но поскольку, так сказать, времена маленькие по сравнению с временами движения решетки, система не могла еще изменить этого состояния, то есть находится в этом состоянии, которое теперь перенеслось вот сюда. То есть по отношению к новому вакууму система находится в очень высокоэнергетическом состоянии, и, соответственно, как маятник, она начинает просто осцеллировать. Вот так вот. Но пока она осцеллируется, во-первых, осцилляции сами немножко затухают, уровень энергии осцилляции понижается, а самое главное, у нас постепенно происходит рекомбинация частиц, то есть в системе начинает прорастать новый минимум, появляется тенденция к нарушению симметрии, два новых минимума, между ними барьер, в какой-то момент прорастающий барьер сталкивается, проникает сквозь уровень осцилляции, и в этот момент система запирается в одном из двух состояний. В зависимости от того, сколько полуосцилляции она успела сделать до этого. Ну, здесь вот показано, что небольшие изменения параметра системы, они, так сказать, ее переводят либо в один минимум, либо в другой. Да, пожалуйста. Можно выяснить, что минимум А соответствует диэлектрическому состоянию? Ну, оба эти минимума А и Б соответствуют двум возможным величинным состояниям. А вот можно просто, в чем отличие минимума В? Ну, как сказать, ну вот если бы это была бы, система чуточку сложнее, так сказать, но если это был бы самый тривиальный диэлектрический переход, который мы называем пайерсовским изолятором, то это примерно так можно было бы сказать. Вот у меня есть вот система атомов, да, так, которая сама по себе, система с одним электронным атомом, она порождает полузаполненную зону, и система была бы металлом. Теперь, для того, чтобы, так сказать, получить выигрыш энергии за счет открытия щели, система делает демеризацию. Скажем, каждое второе расстояние становится меньше, поэтому у нас период увеличивается, обратный период два раза уменьшается, мы имеем новую зону бриллиона, то есть здесь открывается щель. Система становится изолятором. Теперь два этих состояния, это такое, либо у меня, например, все нечетные связи укороченные, либо все четные. Одно из двух. Вот. Ну, теперь смотрите, что у нас происходит. Да, в обратную сторону зайти. Вот, поэтому это вот один из эффектов, который должен здесь провести, это то, что мы называем динамический фазовый переход. Система была динамически, в некий момент времени, была заперта в одном из двух возможных состояний. Прошло нарушение симметрии. До этого колебания были маятниковой системы, система проходила всю область состояний. Дальше происходит еще один момент интересный. Дело заключается в том, что в разных областях системы, что могло быть случайно, а здесь это не случайно, потому что у нас есть глубина проникновения света, поэтому разные глубины моего образца, одни нековолитны друг по отношению к другу, система может делать разное количество этих полуосцилляций. В зависимости от того, было она четным или нечетным, в одних местах она была заперта в состоянии в левом, в другом – в правом, то есть у меня возникает доменная структура. Возникают домены, между ними домены стенки. Вот здесь показан результат трехмерного моделирования. Когда-то мы в одном месте уровень амплитуды параметра порядка. Давайте, скажем, с этим мы свяжем плюс один, с этой фазой плюс один, а фазы, где вот эти связи были бы укорочены, было бы минус один. Поэтому у нас возникает здесь одна доменная стенка, вот даже вторая, и есть момент времени, поскольку сами доменные стенки требуют лишней энергии, то со временем они должны исчезать. И вот здесь результаты одних и тех же вычислений, просто трехмерный график и график color density plot. Вот, так сказать, единственное, он перевернут один относительно другого. Вот это вот место, где вот эта вот лишняя доменная стенка начинает исчезать. Потом когда-нибудь это тоже исчезнет, мы до этого не доходим. Вот здесь вот сколько у нас фаз? Плюс, минус, плюс, минус, а здесь уже, так сказать, плюс-минус. Вместо четырех доменов осталось два. Ну вот, а дальше мы сравним теорию эксперимента. Теперь вот из этой истерии, из теории, я сейчас на следующем слайде покажу очень простые выравнения, из которых удивительно это богатство происходит. вот, и, так сказать, в них видно, вот, видны вот эти вот осцилляции, и видно такие два события. Если мы увеличим эту область, есть одно событие, а есть другое. Эксперимент тоже показывает два события. вот, и, ну, из теории мы знаем, что они означают. Один из них – это динамический фазовый переход, а другой – это землетрясение. Потому что где-то на глубине образца у нас произошло схлопывание домена, и, так сказать, когда, так сказать, когда от этого сигнала, от этого дошел до поверхности, это наш пробный луч света, он, так сказать, он это видит, и вот, так сказать, мы видим, мы видим вот этот результат, результат внутреннего обвала. Извините. То есть это вот, 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 вот этого процесса, когда вот эта вот лишняя, лишняя стенка исчезнет просто. Вот. Ну, а, а, они чрезвычайно простые. Что мы имеем? Мы имеем систему, у которой есть кинетическая энергия. Есть потенциальная энергия. Одна из них – это просто-напросто энергия А квадрат. Если эта вот величина положительная, то это просто-напросто будет, даст мне частоту фанона, да? Если А просто есть минус А, есть плюс единица. Вот. Энергия кинетическая квадрат, плюс-плюс-плюс-плюс потенциальная. А на самом деле, вот это вот вырождение симметрии, образование двухъявного потенциала, означает, что в основном состоянии, в равновесном состоянии, при равновесной температуре это поменял знак. Здесь явно у меня написано знак «минус». Знак «минус», то есть мы имеем минус А квадрат. Но для того, чтобы стебо стабилизировалось, мы добавляем А в четвертый, как обычно в теории Ландау, и получаем двухъявный потенциал. Вот. Система неоднородна в Z направлении, поэтому это в глубину образца, поэтому мы добавляем еще, так сказать, упругую энергию, связанную с неоднородностью. И мы имеем фронт, как у нас импульс света постепенно меняется со временем, та вот полуширина и в глубину. Вот это всего, это уравнение теперь движений, которые порождаются этим гамильтанианом, так сказать, их достаточно, с гранжаном, честно говоря, их недостаточно для того, чтобы получить вот эту вот картинку. Так, ну, я пропущу все на 10 лет квестчнс. Так, сколько у меня времени есть, кто-нибудь мне может сказать? Сейчас скажу, еще. 20 есть, хорошо. Но если так, так сказать, вот я говорю, я пытаюсь компенсировать, то потому что у меня, так сказать, прошлая лекция была составлена из общих рассказов и анекдотов, хотя я считаю, что они были очень занятными, вот, так сказать, поэтому сегодня компенсирую, стараюсь рассказать больше об этой теории. Теперь вторая работа, так сказать, она уже, это то, что делалось недавно, даже отчасти, отчасти заканчивалось здесь уже, и работа, работа была сделана, так сказать, более-менее, отчасти была провоцирована и к экспериментам, и отчасти было, так сказать, связано с заказом на, так сказать, на юбилейный сборник нашего великого соотечественника Леонида Вениаминовича Келдыша, и отсюда, так сказать, связано с его, так сказать, крупнейшими вкладами в область экситонов, экситонных конденсатов, подзаконденсатокситонов, экситонный изолятор и так далее. Вот. Ну, значит, сейчас я пропущу. Вот. Теперь смотрите, что у нас будет теперь. Вот мы говорили до этого об электронах и дырках, да, а есть еще экситоны. Вот смотрите, вот этот вот луч света, я еще раз говорю, он генерится полупроводниковым лазером, да, это ведь что такое, так сказать, это ситуация, если у меня есть зона в этом кремнии, да, где, так сказать, у меня сюда с одной стороны обеспечивается поток вход электронов, здесь вход, так сказать, вход дырок, есть область их рекомбинации. Но мы хорошо знаем, так сказать, электронные дырки, как противоположные зарядные частицы, они обладают способностью связываться, поэтому кроме вот этого перехода ЕЖ, который дает вот этот зеленый свет, возможно, так сказать, переходы в связные состояния, или, точнее, наоборот, или звучение связанного состояния. Это связанные в состоянии двух частиц называется экситонами, он просто крем не так устроен, что, так сказать, что у него маленькая масса высокая электрическая проницаемость энергии, энергии экситона, энергии связи экситона, то есть энергия возбуждения экситона в свободную электронную дырочную пару, она порядка комнатной температуры, сравнима с комнатной температурой, поэтому эксцессионов нет, они низированы. Но если мы будем использовать другие материалы, как, например, органические материалы, на которые работают наши компьютерные экраны, то там энергии очень большие, и поэтому эти частицы в первую очередь соединяются в связанные пары и уже из этих пар и комбинируют. И вот, значит, меня будет интересовать такая система, в отличие от предыдущей, где у меня исходные возбуждения, они не просто охватились до уровня электронных пар, но они еще связались в состоянии, которое меньше по энергии. Ну, вы знаете, со стыда делать-делать-делать заключается в том, что об этом нужно отдельно и очень много говорить, оно, к сожалению, столько говорит, что относится к разрешенным вопросам, потому что, в общем, не совсем ясно, с какой скоростью исходный неравновесный высокоэнергетический газ экситонов будет, так сказать, с фазов конденсата. То есть нам ясно, что он будет туда сваливаться, насколько конкретным будет этот конденсат. Вот это очень большой вопрос. Вот он отчасти, вот, ну, вот такие вот дела. Ну, вот, в общем, коротко, но на самом деле возможно и резонансное поглощение, потому что, когда я говорил, что мы не управляем лазером, всегда, так сказать, лазер – это очень большая энергия. На самом деле, это не совсем так. Лазеры, хотя их перестраивать нельзя, но его частоты можно делить, поэтому иногда людям удается удачно использовать накачку, которая идет внутри вот этой вот запрещенной зоны электронов, и тогда уж некуда деваться, только-только-только-только-только-только-только-только-экситоны рождаются. Ну вот, значит, все теперь. Вот это оба связаны, так сказать, не просто с накачкой, это вот таких работ полно, а с фазовыми превращениями, которые вызваны накачки, так сказать, она вся была реализована практически на одних материалов, которые, которые чрезвычайно стали популярны, в Японии, во Франции, в Германии, больше всего в Японии. Это, так сказать, это так называемые Neutron Ionic Transitions в системах типа, тоже называются, донорно-акцепторные цепочки. Вот. Ну, это просто такой чередующийся молекул, одна из которых, так сказать, любит, так сказать, удерживать электрон, другая, наоборот, любит его отдавать, и в них, и в них, и в них возможны, возможно, такие-таки неустойчивости, в которых, так сказать, вот, так сказать, есть одно состояние, в котором каждый, каждый находится при своих электронах. Вот, а есть, так сказать, влюбарно, да? Вот, а есть, да. А есть ситуации, где возникает дополнительный перенос заряда, то есть, так сказать, от донора к акцептору. Вот. Ну, здесь масса причин для интереса к этим системам одна из них заключается в том, что в этой системе, помимо вот этой вот неустойчивости, связанной с переносом заряда, есть еще одна неустойчивость, вот та, о которой я здесь говорил. Как только это произошло, система еще любит устроить демеризацию, демеризацию по связям. И вот, когда вот эти вот два эффекта образуются вместе, то есть, есть и перенос заряда, и демеризация по связям, то можно увидеть, что в системе нарушены, так сказать, все зеркальные и все зеркальные инверсионные симметрии, то есть, так сказать, она просто по симметрии обязана стать ферроэлектриком. Но самое замечательное, что этот ферроэлектрик, он очень сильный, и он то, что называется электронного происхождения. Электроник ферроэлектрик, возник такой скоб, то есть, в нем, так сказать, поляризация, она возникает не за счет перемещения ионов, как почти в обычных ферроэлектриках, а за счет перемещения электронной плотности вот но это такое введение вот ну и дальше дальше собственно собственно говоря вот почему мы этим занялись дело в том что среди огромного количества работ экспериментальных немножко теоретически эти теоретических более 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 менее более менее процветал притала такая картина так сказать что что вот у меня возник возник поглотился на каком-то из димеров проглотил поглотился фото фото этот димер стал неустойчивый и после этого так сказать вот это вот не устойчивость скажем по отношению к демеризации да она 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 начинает она начинает распространяться примерно как 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 падающее домино вот но почему эта система не нравится дело в том что скажешь можно можно увидеть если покажу то сказать через минуту сказать что вот вот здесь видно можно увидеть то сказать что эти ксетоны спектр поглощения ксетона он довольно широкий означающую ксетона не бесконечная масса что он является квантовой частицей ее масса порядка на 1 10 масса электрона вот если 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 судить если судить если судить позже по по если по по ширине по ширине вот поэтому то сказать мы знаем что это конечно когда фотон поглощаются выручивать состояние к равна нулю то есть состояние плоской волны 좋 Apple итак он не может быть локализована на каком-то одном месте не может произвести локальное преобразование которое потом будет распространяться и excit он может рождаться только только-только в качестве плоской волны теперь даже и даже и даже если так сказать если у меня скажем так сказать рождение был некогерентным под допустим большой избыток фотонов как здесь мы видим это этого спектр лазера есть не где есть некий 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 избыток и избыток энергии в этом случае у нас уже таскать фон уносится процессы и так сказать и может быть лишней энергии но то сказать но все равно дело в том что если я если экситон у которого была какая-то вот такая вот зона еха функции от к если я его таскать попробую вместо того чтобы будет состояние к равное нулю из я хочу локализовать то это будет означать разброс по всем возможным к то есть средней энергии будет ноль то есть порядка а разница тысячи градусов как только экситон охлаждаю ниже тысячи градусов он обязательно обязательно должен 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 свалилась сваливаться на должен сваливаться на одну зоны вот есть опять-таки обрабрала должен образовывать квантовое состояние типа плоской волны но поскольку экситонов много то сказать то уже поскольку это бозоны они должны как-то описываться общего новой в общего общего даже образу описываться общей общей волновой функцией вот ну и все вот поэтому и поэтому насчет мы искать и сам это пытая 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 пытали пытались делать такую 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 науку в которой в которой так сказать вот в которой бы и кситоны эти присутствовали вы уже так сказать в таком состоянии приблизить приблизительно поэтому было слово слово квазе ли псевдо в состоянии с одной волновой функции но я немножко проскочу несколько слайдов надеюсь что не выплесну ребенка вместе с водой вот ну вот давайте давайте посмотрим посмотрим при примерно мады мады манна модель модель наш при примерно такая вот мы вот мы и мы имеем плотность и кситонов давайте сейчас одну секундочку может назад да все таки да вот ну хорошо на что здесь важно в этих системах и каком мы загадочном теории ну вы за вызывающие это вот что что если у меня таскать есть у меня в этом в этой системе доноров акцепторов доноров акцепторов и так далее идет какой-то перенос заряда то с точки зрения более общей зонной теории примерно такая вещь что у меня есть таскать заполненная зона пустая зона да и таскать и в ней таскать в ней лучше сказать таскать ну то есть вот это вот заполнили зона она она более-менее порождена акцепторами в большей частью это 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 больше часть донорами и для того чтобы не опять описать такое вот кванта механические состояние в котором часть электронов перенеслось отсюда сюда так я должен я дала я я должен должен теперь сказать что у меня возник некий некий конденсат электронов и дырок перенос заряда с одной системы на другой означает означает образование 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 электрон дырочных пар в основном состоянии их не вижу то это это виртуальные частицы а теперь заметим что если я теперь об этом забуду и просто буду говорить что я делаю оптическую накачку то у меня опять возникает эксетон эксетон опять образование электронов дырочных пар то есть выясняется что у меня так сказать и термодинамический параметр порядка и динамический что они сделаны просто-напросто в одном и том же базе и вот так сказать и вот лет и и вот и вот и вот поэтому теория дело для того чтобы интегрировать вот эти вот 222 способа создать создание создание переноса заряда интегрировать их таскать в одном в вот поэтому то сказать у меня и у меня у меня у меня есть есть термодинамические параметры порядка которые есть отклонение плотности от нормальной нормальный когда когда никогда нет никакого переноса заряда вот искать и есть и есть и есть еще одна плотный заряд который просто это квадрат модуль вулоновой функции вулоновой функции вулоновой функции накачанных эксетонов вот и как как их совместить вместе для того чтобы совместить вместе самый эффективный способ а может быть единственный эффективный способ это это привлечь картину так называемого эксетонного изолятора это очень модное сходно сравнительно модное слово сейчас когда-то так сказать безумное возбуждение было очень давно таскать в конце 60-х годов связано с работами кона и компании на одной стороне океана келдыша и другие других людей здесь здесь и более 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 менее в этой концепции говорит говорилось такая вещь поначалу наказал как сказка сказался совершенно умозрительный вот любую любая энергия эксетона это исходная энергия еже рождение свободных электронов и дырок минус энергия связи от кулоновский ритберг в идеале до 10 кисона безумно сложнее система называется сильно коррелированы здесь происхождение происхождение эксетона эксетона много сложнее чем чисто кулоновская и даже дальше вот кон великий человек многие знают все что угодно теорему кона кулоновская аномалия там и так далее вот так сказать он 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 заменил он 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 сказал он сказал такую вещь а давайте представим себе поскольку эти контролируются разными параметрами то то пусть у меня скажем например будет еж уменьшаться или там еб увеличиваться в конце концов полная энергия сона придет через 0 это будет неустойчивость если сегодня десятки лет спустя люди бы сказали ну и что ничего особенного то что это просто напросто обращение обращение энергии эксетона в ноль очень элементарного возбуждения в ноль и вызваны ею фазовый неустойчивость это просто квантовый фазовый переход сегодня называется переход при нулевой температуре когда это называли купленной температуре потом искали им понадобились более более громкие как вы ценник на им стоит искать и вот и вот возник 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 возникла такая целая целая большая наука кого а квантовых фазовых переходов и конечно в таком общем определении в совершенно общем она она нам в общем-то мама 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 мало-мала-мала бы помогла но но вот ведь наиболее общего общем виде в этой концепции обращения энергии к цвету эксетона в ноль то есть она она покрывает стену по крайней мере не металлические кванта квантовые переходы а вот более более такая сконцентрированная на наших потребных потребностях эксетоновый изолятора она так сказать она требует еще еще для того того чтобы цель что у нас число эксетонов приблизительно сохранялось но почему потому что если я таскать если я теперь эксетоном смотри смотрите если я хочу сделать да да если я теперь эксетон накачаю то не кроме процесса в рекомбинации да как который здесь очень очень длительные да так сказать они икси то эксон будет сохраняться теперь очевидно что если я теперь буду рассматривать термодинамические фазовые переходы где эксетоны виртуально возникли для того чтобы сделать перенос заряда но в этой концепции для того чтобы делать эксетонные пройти через чередную эксетоны то в этом в этом случае параметр порядка который тоже плотность эксетонов он не должен сохраняться если он сохранялся никогда бы не прошел бы этот фазовый переход просто-напросто поэтому мне нужно сказать сделать какую-то систему придумать в которой бы с одной стороны так сказать это бы приблизительно сохранялась но нет на не сохранялась бы так сказать совсем совсем вот и вот для этого для этого как оказывается есть очень на то есть причины да да конечно нет 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 эксетоны в любые теории позже возьмите возьмем теорию таскать но не линейный шредингера более общей более общей применим гроз питаевского все эти уравнения сохраняют число частиц уравнение движение уравнение движения на волновую функцию такого типа таскать там и там dt вот пси есть некий там гамильтинян в энергии умножить на пси да они все гироскопические в них в них модуль пти квадрат сохраняется уравнение которое бы я хотел бы написать не глядя начище еще раз бы и число эксетонов q это есть модуль пти в квадрате да так уравнение которое себя не думал об эксетонах а наоборот думал бы только терминомическом переходе то у меня вперед это на борту кубовой плотностью да и не глядя вот как в том примере которая показывает в первой теоретической задачи здесь я сразу бы хотел сказать такую вещь у меня есть какая-то энергия типа там тип там до кутку две точки пропорционально в в которая есть производная от энергии куда правильно ну вот это принципиально разные уравнения точки зрения времени с точки зрения в статьке это одно и то же было бы вы равно нулюAKE равно наше такого типа то точно такого типа она бы нет если бы от искать путь у меня мой параметр порядка пис описывается волновой функции в этом случае себя отклонял бы от равновесия она начала бы кружиться как гироскоп при заданном q ну это другое дело на может ну вот то есть в общем чтобы что что мы что мы что мы делал что мы может быть я даже давайте я как-то да немножко постарая постараюсь постараюсь не не вне выдавать не вдаваться в детали мне важно сами только одно давайте сейчас мы посмотрим только вот на эту кривую на эту да значит вот да вот пусть у меня таскать я могу упростить до предела задачу рассматривать уже не женили как это по-русски сказать ну природные наиболее наиболее элементарно либо уровень что я знаю про эти системы я знаю что эти системы фазов переход первого рода близки ко второму что это означает что моя система должна иметь минимум при параметре порядка которой плотность экситонов равные нулю и второй какой-то минимум минимум вот здесь следующая знаю таскачка я в систему добавляю ликокситоны у него еще таскать из в исходном состоянии энергии стоны не равна нулю поэтому таскать энергия просто есть число экситонов умножить на 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 их энергии в этом месте функции линейно а здесь квадратично как 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 в обычном минимуме что я буду видеть я буду видеть одно устойчивое положение я буду видеть другую устойчивое положение будет будет в любой барьер пусть переходит через барьер таскать системы начискать вот это весь область абсолютно неустойчивости так но моя система очень быстро вот если система находилась бы обычная в этой области она упала в режим для которого существует такая наука называется спинодальная декомпозиция когда вдруг скажем воду резко переохладил там или 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 перегрев если я буду ждать то есть возникают процессы там кристаллизации расхвоение в общем и так далее сложные а на мою система очень быстро поэтому движение очень быстро и поэтому я могу 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 здесь если находиться то по крайней мере двигаться вот ну и ну и еще одно важное обстоятельство заключается вот видите вот если бы системы и было бы второго рода я мог так сказать вот она идет идет вверх и дальше может быть тут только быстрее то есть она было бы баба 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 выгнута кривая или вогнутая путаю а здесь наоборот из-за условий что есть второй минимум она движется в этом направлении что это означает это означает что если я напишу теперь энергию как функцию какой будет вот видите будет например и с энергией кситона умножить на q то следующий член будет минус q квадрат минус q квадрат а минус q квадрат если я теперь таскать сравню описание экситонов с оптикой то это отвечая отвечает саму фокусировки то есть это обувь даже малых q который казалось бы самой тривиальной она уже она уже неустойчиво по отношению к саму фокусировки ну даже значит у нас пишут пишутся так сказать какие то такие да теперь дальше что что нам делать как нам как нам ввести как нам ввести несохранение числа частиц задач об экситонах вот такая же ответ был мог быть найден в такой небольшой и прочесть почти забытый заметки келдыша и гусейного которая посвящена экситонному изолятору нам нужно для других других целей и они и они 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 заметили такую вещь быть посмотрите когда мы с контакт любой полупроводниковой науки мы рамы мы рамы работаем приближенно в базисе скажем электронов и дырок да вот у меня скивал волновая функция моя полная это если волновая функция электронов плюс там в плюс волновая функции дырок я могу сказать этого новая функция которая относится к зоне проводимости плюс волновая функция который которая как как-то который отмысок а эквивалентной зоне это приближенное рассыпление но достаточно хорошо работает поэтому когда мы теперь искать по полное кулоновское взаимодействие которые есть мы просто напросто взимоди взаимодействию под настей сейчас куда я делся вот она мне теперь начинает если я напишу теперь взаимодействие через модуль Пси в квадрате, оно именно начинает генерить все возможные комбинации. Обычно мы держим только за одну из них. Электрон, кулоновское взаимодействие, дырка, оно мне дает экситон. Но на самом деле есть и теперь взаимодействие, которое не сохраняет число частиц. Это здесь у меня пронегирировали экситон и дырка, и здесь тоже они пронегирировали. Полный заряд сохранился в системе, поэтому мы ничего не нарушаем. Но тем не менее, прямая постановка такой декомпозиции в исходной взаимодействии, она именно начинает генерить члены, которые, видите, зависят от фазы. Раз они зависят от фазы, значит, число частиц не сохраняется. Поэтому, так сказать, в обычных задачах экситонных это было бы совершенно неважно, потому что это какие-то члены, это не диагональные члены по числу частиц, то есть они могут возникнуть только поправки во втором порядке теории возмущений. Ну а как только у меня выпадает конденсат, то все, у меня уже теперь, так сказать, все Пси, любая Пси пропорциональна числу частиц, и они, так сказать, все начинают работать. То есть у меня возникает новый член, типа как Джозефсон до косинус 2 фи вот здесь, в этом смысле. Ну вот, вот после, после, после этого пишутся, значит, какие-то там, какие-то там уравнения, так сказать, у меня есть такое уравнение типа Гросс-Питаевского, это, ну, обычный гамильтаньян, вы, вы, вы здесь называл, это вариация энергии по по числу частиц, есть какой-то рекомендационный член, есть вот этот вот член, вот, ну и дальше я немножко пропущу, я просто напишу, вот если у меня зависимости от координат нет, то очень легко написать уравнение в пространстве амплитуда, квадрат амплитуда и фаза. Ну вот здесь хорошо видно, что вот эти уравнения сохраняют число частиц, то есть, если у меня нет просто, ну, это тривиальное затухание, хотя оно тоже зависит от ку, так сказать, вот, а вот это вот, вот если у меня зависимости от фазы нет, до куба дт равно нулю, если есть зависимость от фазы, то вот у меня начинается уже, так сказать, возможно запирание. Вот, то же самое по фазе, у меня фаза, ну, естественно, как в любом базе конденсата, временная производная от фазы, это энергия одной частицы, но здесь возник вот такого джезусонского типа члена. Вот, и мы видим, что если у меня V больше, чем S, то у меня в среднем вот эта вот вещь усреднится в ноль, и у меня будет просто-напросто, фаза будет расти вместе с V, то есть, это просто V – это локальная, мгновенная энергия кситона, да, вот, энергия частицы. А если V меньше, то вот это пройдет запирание, она запрется в один из минимумов. И вот это уже будет, первое – это режим с сохранением числа частиц, а второе – это режим, где они как бы в виртуальное состояние уже с экситонного изолятора. Ну вот. Ну вот пример того, что происходит. У меня была система, пусть она была уже ниже фазового перехода, то есть у меня какой-то параметр порядка единицы, отличный от нуля, я систему вывожу из равновесия, она после некоторых колебаний из него выходит. А фаза, видите, она некоторое время растет почти линейно, потому что я вывез из равновесия, но чуть… У меня критическая область очень маленькая, я нарушил локин, у меня фаза вышла из области запирания. Она вышла из области запирания, она, так сказать, она теперь растет линейно, а потом амплитуда подошла настолько близко, так сказать, к равновесию, что у меня опять фаз заперта, и все. Ну вот. То есть вот такие два режима. Это как бы режим экситонного конденсата, наведенного в систему, а это режим экситонов основного состояния. Вот. Ну дальше я, наверное, буду… Вот. А дальше очень интересные вещи возникают, если я теперь допущу пространственные вариации. И вот что мы здесь видим? Мы видим здесь в первую очередь саму фокусировку. Ну, посмотрите, что я сделал. Ну, вот мы поместили, вот, поместили… Мы с Наташей поместили систему в ящик, то есть у меня на волновую функцию, исходную, на качке, на волновую функцию накачки наложены нулевые гранусловия, то есть просто косинус там, х делить на длину системы. Значит, напоминаю, что это у меня координат, а это время. И все мои амплитуды ниже порога. Ниже порога. Вот здесь они находятся. Но, тем не менее, так сказать, из-за того, что у меня, помните, мы говорили, что здесь мы находимся в режиме самофокусировки. Из-за этого у меня система, волновая функция начинает собираться, концентрироваться все выше. И в некий момент, не всюду, но в центральной ее части, она переваливает через порог. Когда она перевалила через порог, то она начинает сваливаться здесь в новое состояние. А по краям нет. Полного числа эксистонов не хватает для того, чтобы превратить всю систему в новое состояние. Вот. Значит, это что такое? Бывает, я забыл, от чего это? Это, 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 это... Чуть-чуть больше, чем критическое. Мы чуть-чуть, нам более. А, еще немножко увеличили, да. Вот, почему? По каким-то причинам. Видите, здесь линейные функции. Ну, собственно, что это означает? Ведь здесь образуется не одна доменная стенка, а две. И смотрите, ведь я должен делать такое сечение, чтобы получить координатную форму, да? Вот здесь это лучше видно, вот. И, так сказать, и у меня возникает, возникает, автолокализация идет не в одном месте, в центральном, а в двух местах. И это все движется с постоянной скоростью. Видите, это тоже время, это координаты линейные по времени. Дальше, так сказать, если бы у меня система была бесконечная, она бы нашла бы, совокнулась с такой стенкой, которая зарождается от другого зародыша, какого-нибудь, да? Ее проаннигилировали. Но здесь, так сказать, она отражает, в условиях моделирования она отражается от барьера, от стенок, возвращается назад, и в две стенки уже снигилирует, но уже соединяются вместе. Вот. Но это было моделирование пресс равным нулю, то есть в том случае, когда у меня полное число честиц сохраняется, когда у меня нет вот этих вот, нет этой макроскопической квантовой интерференции. А вот если мы включим, ну, система более-менее такая же, но в ней возникают такие вот забавные осцилляции. Это вот в каком-то смысле Джозефсон, ну, такие квази для сонской осцилляции. Ну, вот. Ну, более-менее я сказал все, что хотел. Спасибо за ваше терпение. Вот, я думаю, без заключения мы обойдемся. Спасибо. Вопросы? Вопросы сказали, что экситоноизолятор, он бывален, то есть, если у вас фаза сфиксировалась, то это означает, и это называется экситоноизолятором, экситоноизолятором, да? То есть, там число чтиф при этом не сохраняется? Ну, если фаза зафиксирована, то нет, да. То есть, он дуален в случае, когда волновая функция квантового ротатора. Да. И тогда сохраняется изолятор. Это базоконденсат, да. И до этого рассматривалось, сказать, только... Вообще, дело в том, что это вырождение по фазе, оно очень заинтриговало людей, кто-то получил экситоноизолятор, вдруг у него комплексная волновая функция, было очень много, очень много спекуляций, и вообще, что бы это означало? Потому что система нейтральная, никаких там токовых вещей быть не может, но, так сказать, были разные рассуждения о сверхтеплопроводности, вот такого типа. А потом, вот, так сказать, вот как-то... Не то, что вопрос был снят, к сожалению, просто интерес остыл, но вот была вот эта вот работа Келдаша Кусейнова, Кусейнова, в которой он показал, что на самом деле фаза обязательно зафиксируется. Ну, конечно, надо было продолжить эту работу и понять, а все-таки неким конечным воздействием, то есть бесконечно малой воздействии уже эффектов квантовинвенционных не будет, но, так сказать, но при конечном они были бы, и это вообще этим надо было бы заняться, ими продолжить заниматься. В каком смысле есть все наоборот, но определение фазы противоположное.